Сегодня Вологда РФ решила провести свою проверку того, как жители города соблюдают масочный режим. Напомним, что с 28 октября его обязаны соблюдать жители всей страны в общественных местах. Но на кадрах видно, что в Алакжане не боятся коронавируса и спокойно гуляют по магазинам и крупным торговым центрам без средств индивидуальной защиты. И только при виде правоохранителей начинает задумываться о ее важности. Здравствуйте, а где у вас маска? Вы зашли в торговый центр. Маска есть, я только что снял перед вами. Скажите, почему масочку не надеваете? Ой, я только сняла. А так вообще носите? Так, обязательно. А, и в общественных местах, и в транспорте? Да. Проверки масочного режима в Вологде проходят ежедневно. 15 мобильных бригад из сотрудников полиции, административного департамента города и Роспотребнадзора проверяют торговые центры, магазины, медучреждения, предприятия и организации. Нарушители попадаются часто. И у всех свои объяснения. Например, сегодня в торговом центре на окружном шоссе 12 Вологжанин решил не надевать маску, так как посчитал, что он очень быстро справится с задачей положить деньги на карту в банкомате. Маня, да, у меня всегда в кармане. А почему была не надета? Только, слушайте, я вот на 5 секунд заскочил в банкомат, денежки положил, и все. Если бы я пошел ходить по магазину, гулять, там товары убирать, то бы всегда надеваться. А в продуктовой сети магазина на улице окружной шоссе 35 мужчина надел маску, однако она находилась у него на подбородке. О какой защите может идти речь? На обоих мужчин составили административные протоколы. На штраф попал и водитель пассажирского автобуса. Его выявили на конечной остановке маршрута номер 40 на улице Конева 33. Кондуктор автобуса была в маске. По ее мнению, в Вологде достаточно пассажиров, которые не хотят мириться с общими для всех правилами безопасности. За несоблюдение законных требований гражданам предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 300 тысяч. Ежедневно по общественному транспорту работают три мобильные бригады. Данные проверки проходят ежедневно, в том числе и выходные. Данные мониторинг направлены именно на предупреждение лично разно-натомники гражданам города Вологды о необходимости соблюдения масочного режима, установленным по словам правительства Вологодской области. Проверки соблюдения гражданами масочного режима и других эпитребований проходят в Вологде каждый день, как в утренние, так и в вечерние часы. В настоящее время правонарушений выявлено более 2700 правонарушений по статье 20.6 прим. 1 часть 1 кодекса административных правонарушений. При выявлении правонарушения сотрудник фиксируется данное правонарушение на видео с сотрудниками администрации, также с сотрудником полиции. С сотрудниками полиции подходит, представляется гражданину и выясняет причину правонарушения, поясняя при этом суть его правонарушения. У нас есть ежедневные места и адреса, куда мы заезжаем. Также у нас есть работа по обращениям граждан. Граждане обращаются в администрацию, мы по этим адресам уже работаем мобильной группой. По статистике сейчас в настоящее время мы видим тенденцию о том, что граждане продолжают нарушать требования по масочному режиму, а я напомню, это требование обязательно сейчас на территории всей Российской Федерации. Маска, она нужна не только для защиты себя, но и окружающих. Количество протоколов на граждан увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Только с начала месяца в Вологде составлено 133 административных протокола. Мобильные бригады проверили более 7 тысяч организаций. Всего с начала введения масочного режима выявлено более 430 нарушителей. Дарья Самодурова, Игорь Алюшин, Михаил Протасов, Вологд.РФ Игорь Алюшин, Михаил Протасов, Вологд.РФ